Да, я все-таки хотела вот тут последний наш как бы сюжет, который был в вашем плане, который вы нам рассылали, вот по поводу все-таки вот будущего библиотек, да, после пандемии. Вот мне кажется, важно, какой опыт мы можем из этого вынести конструктивный, потому что мы знаем, что сейчас вообще в обществе постоянно вот мы балансируем и очень сильны какие-то апокалипсические сценарии вообще по отношению к социуму, к будущему человечеству после пандемии и, соответственно, к нашему будущему и так далее. Вот мне очень важно, что нам нужно какие-то моделировать все-таки оптимистические, а не апокалипсические сценарии, потому что все, что мы здесь сейчас сумели сделать, да, и весь наш вот все этот опыт онлайн жизни, он, конечно, войдет так творчески в нашу реальность. И вот это очень важно. То есть мы будем говорить и о качестве сервисов, электронных ресурсов и нашей вот, так сказать, массовой работы. И что важно, будем двигаться, конечно, что это тоже нам сейчас дало вот в сторону все-таки общедоступности и бесплатности знаний информации. И вот что я сейчас думаю, что вот на самом деле этот опыт работы в виртуальном пространстве, вот этот всеобщий переход в онлайн, как писал, да, помните, в «Дистантом вальсе» пал туда дружной и шумной толпой, мы переходим в онлайн, он как раз нам показывает, что, в общем-то, совсем не изжила традиционная форма библиотеки. Что вот это вот, что как бы совсем не нужно нам видеть в виртуальности, не временное пристанище, а наше неотвратимое будущее, так сказать, отдав вот нашу традиционную уже работу библиотеки на растерзание безжалостной цифры. Потому что как раз, вот как мне кажется, как ни парадоксально, вот этот всеобщий переход в онлайн, он существенно поколебал очарованность человечества виртуальной реальностью, заставив, наоборот, тосковать по живому общению, понимаете, об вот этой вот живому, полноценному тет-а-тет, об этому диалогу во всей его полноте. То есть вот это сейчас колоссальная усталость от виртуальности, колоссальное разочарование в привлекательности виртуальной реальности. Мы понимаем, что это все-таки костыль, что на своих ногах ходить лучше, что человек все-таки целостное, так сказать, духотелесное существо и не может быть редуцировано, так сказать, до аватарки, до цифрового образа в сети. То есть личность воплотив живой конкретности и личность на аватарке – две большие разницы. И то же самое и библиотека. То есть да, конечно, мы развиваем цифровой формат, но библиотека вот в ее полноте – это все-таки намного шире и больше. Виртуальное общение – это только чай в приглядку. И главное, вот мы как раз в постподнейминую эру, я считаю, абсолютно вернемся на каком-то новом уровне в реальность, в общении с живой бумажной книгой и живым человеком. И существенно вот эта социальная функция библиотеки возрастет, потому что уже психологи бьют тревогу. Мир разобщен, все друг друга боятся. Чужой враждебен. Носите маски, моете руки. Понимаете, у людей сейчас психоз, то есть ситуация самоизоляции, она нас абсолютно разъединяет друг от друга. И вернуть людей в библиотеку, вот в это живое пространство доверия друг другу, общей нашей деятельности. Вот мне кажется, это очень важно. Так что мы вот на каком-то новом витке, вот как говорил Николай Федоров, со всеми и для всех, вот начнем нашу творческую деятельность, вот как бы формируя библиотеку, как пространство такое совершеннолетней, творческой, радостной, доверяющей друг другу.